Чем отличается моя агротехника выращивания перцев, томатов от агротехники, которая используется в садоводах? Мои растения воспитаны так, что они сами добывают себе питательные вещества. Почему? Как я этого достиг? Я отказался от пикировки. Что такое пикировка? Это оборвать стержневой корешок, прищепнуть так называемый, так, чтобы пошли боковые корни. Палка о двух концах. С одной стороны, это хорошо, чтобы боковые корешки наросли, потому что больше питательных веществ в растение пойдет. А с другой стороны, надо же поливать. А я по своей природе ленивый. Я не люблю работать. Пускай работают сами растения. Зачем это делать? Я стержневой корешок оставляю. Оставляю стержневой корешок, он добывает влагу снизу. И дает его на боковые корешки. Вот это растение. Вот если его взять и прищепнуть у него корешок, то тогда надо поливать. Часто поливать. Потому что перцы любят влагу. Часто поливать как? Часто. Ну, подумаешь там, ну, часто. Ну, полью я там раз в неделю. Нет. Надо поливать, чтобы почва была у перцев всегда влажная. Перец любит тепло и любит влагу. Я помидоры поливаю, например, раз в месяц. А перцы поливаю, ну, раз в неделю. Этого достаточно. Потому что помидоры и перцы у меня воспитаны так, что они работают сами. Я землю с осени заправил чем? Органикой. Все лето я буду сюда таскать органику. Органику я начинаю таскать тогда, когда у меня появляются первые завязи. Завязи появились, я начинаю таскать органику. Эта органика разлагается, поскольку здесь очень много бактерий в земле. Разлагается, ее червяки, жуки, пауки уносят в землю. И оттуда уже вот эта органика, она служит как бы прикормкой для растений. То есть мне самому не надо. Мне надо только органику подложить. Только подкладывай органику. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы обеспечить питанием растения на несколько лет.